Друзья, всем привет! С вами компания SferaCar и сегодня очередной выпуск, посвященный автомобилям из Южной Кореи. Сегодня будет овердорогой сегмент и автомобили, в принципе, доступны для каждого. Поэтому внимательно смотрим и не пропускаем ничего. Погнали! Друзья, первый вариант от корейцев и очень стильный, на мой взгляд, очень красивый Hyundai Palisade. Стал выпускаться с 2018 года. Он чуть длиннее, чем в 200-й крузах, чтобы вы примерно понимали его габариты. Немножечко ему не хватило до 5 метров. Оснащаются эти автомобили двигателем 3,2 литра V6, либо 2,2 турбодизель. Три ряда сидений. На втором ряду вместо сплошного сидения можно найти комплектацию, где будет раздельный капитанский ряд, отдельно с подлокотниками, со всеми плюшками. Будут подогревы, продув сидения, вентиляция сидения, точнее. В общем, все необходимое для задних пассажиров у вас будет. Также есть комплектация Prestige, 7-дюймовая приборная панель и 10-дюймовая мультимедиа. Помимо этого, 12 динамиков. Музыка Harman Kardon очень хорошо звучать будет в вашем замечательном внедорожнике. И давайте на него посмотрим немножечко поближе, что он из себя представляет. Внешний вид, я думаю, на 5 баллов. Ну, меня, по крайней мере, все устраивает. Вот эти вот очертания, острые углы, очень круто и стильно. В Reste решетка мне нравится немножечко больше. Но и этот вариант дорестайловый также подходит. Так, посмотрим по салону. Вместо селектора автомата здесь стоят кнопки. Очень удобно. Помимо этого, на центральной панели есть барашек, на котором вы можете выбрать режим. Либо это снег, грязь или песок. Вот, пожалуйста. Шикарный автомобиль. Люк. Люк есть. Это тоже очень здорово. На самом деле, мне нравятся такие автомобили. Вот, если присмотреться к центральной панели, да, где она. Нет ничего лишнего. Ничего лишнего нет. И все максимально просто и интуитивно понятно. По стоимости. Этот автомобиль. Этот автомобиль стоит 3 миллиона 375 тысяч рублей. Это 2,2 дизель. И еще один вариант. Смотрите, на вот таком светлом салоне. То есть, корейцы вам также предоставили выбор. Хотите темнее салон, хотите светлее. Этот вариант. Ну, в принципе, цвет также белый. По стоимости 3 миллиона 414 тысяч рублей. Но это уже 3,8 бензин. Помимо того, что я перечислил, в этом автомобиле есть камеры кругового обзора. Есть проекция. Есть кнопка открытия багажника. Есть подогрев, вентиляция для задних пассажиров. Подлокотники. Также память сидений. Все-все-все. Для того, чтобы вы комфортно передвигались. И этот автомобиль стоит этих денег однозначно. Следующий замечательный автомобиль. Это Audi Q7. Этот автомобиль построен на облегченной базе. Которую используются также в Porsche Cayenne. Bentley Bentayga. И Touareg. Оснащен 2-литровым двигателем бензиновым. Помимо этого, в 2020 году выпустили варианты, можно взять 2020 года, с 3-литровым двигателем. И все это будет работать в совокупе с 8-ступым автоматом. Также Q7 можно оснастить третьим рядом сидений. Подогревом для задних пассажиров и 4-зонным климат-контролем. Очень удобная, адаптивная система Start-Stop. Если впереди идущий, то есть автомобиль считывает впереди идущий автомобиль. Видит, что он от вас отдаляется. И сам запускает двигатель для того, чтобы вы начали двигаться на двигателе внутреннего сгорания. И этот автомобиль получил 5 звезд на краш-тесте. Что? Безопасный. Я назову этот автомобиль, наверное, доступный городской кроссовер. Доступный почему? Давайте перейдем к цене. Стоимость этого авто с пробегом 99 тысяч 2 миллиона 956 тысяч рублей. Мне очень нравится салон Audi. Он не такой вычурный. Есть, согласен, есть салоны поинтереснее. Но тут на вкус и цвет. Рыжий салон. Довольно-таки тяговитый двигатель двухлитровый. Я ездил на этом автомобиле, поэтому могу сказать стопроцентной уверенностью, что для городских условий, ну и в принципе для трассы, для легкого бездорожья этот автомобиль подходит. Но это городской кроссовер, не забываем. Так, и следующий еще один вариант. Еще одна Q7, но уже в таком черном цвете. Также с рыжим салоном. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 503 тысячи. Следующий вариант флагман от Audi. Это Q8 в 2018 году представила Audi этот замечательный кроссовер-купе. Я назову его поджарый кроссовер-купе. То есть, ну посмотрите на его формы. Он очень стильный, очень красивый. Если вы хотите вместительный багажник, комфортное, спокойное передвижение, то берете Q7. Явно не Q8. Q8 это та тачка, которая дает вам эмоции, которая красива внешне. И максимально крутая по оснащению. В нее просто воткнули все последние технологии. Поэтому этот автомобиль заслуживает вашего внимания. По стоимости. Сейчас по стоимости перейдем. Не торопитесь. По салону. По салону я вам могу сказать так. Это та же самая Audi Q7. То есть, по салону здесь абсолютно ничего не изменилось. А вот по стоимости уже дороже. 6 миллионов 979 тысяч рублей за этот превосходный автомобиль с пробегом 16 тысяч. Камеры кругового обзора. Ну, что здесь пересказывать. Вы и так все сами знаете. Все в этом автомобиле есть. Абсолютно все. Подогрев, вентиляция. И еще один вариант. Еще один вариант. Такого белого цвета. Так. Это у нас дизельная версия. Стоимость этого автомобиля. 6 миллионов 661 тысяча рублей. Кто ездит, кто владеет этим автомобилем, напишите в комментариях, стоит ли этот авто своих денег. И будет интересно, почему, какие эмоции он вам дает. Как вы эксплуатируете его. Очень много вопросов у меня возникло. Но, тем не менее, будет время. Пишите. Следующий кроссовер от Mercedes-Benz. Это GLE-класс. Стал выпускаться с 2018 года. Пришел на смену всеми известному M-классу. Автомобиль оснащен очень крутой адаптивной подвеской, которая регулирует каждый амортизатор индивидуально. Также можно и купить на пневмоподвеске. Оснащен специальными камерами, которые, датчиками, которые считывают поверхность дороги и считывают вашу скорость. И непосредственно под вот эти параметры дорожные адаптируют вашу подвеску. Старт цен по этим автомобилям я вам не скажу, потому что это не аукцион. Просто скажу стоимость. Этот GLE с пробегом 55 тысяч. Этот Mercedes объем двигателя 2 литра дизельный. Стоит 4 миллиона 839 тысяч рублей. Вот этот белый красавчик. И что могу сказать по салону этого замечательного автомобиля. Все-таки они молодцы. Они сделали один большой монитор. Понятно, при включении он делится, но тем не менее, когда он выключен, выглядит очень футуристично, очень круто. И этот автомобиль, наверное, один из немногих авто, который своим не внешним видом, не видом салона привлекает, а именно тактильным ощущением. Когда вы начинаете двигать вот эти дефлекторы, нажимать на эти кнопочки, вы получаете особый кайф от этого удовольствия. Так, ну еще один вариант. Еще один вариант. Вот такого серого цвета. Вот салон у него уже вот под дерево, пожалуйста. Стоимость этого автомобиля 5 миллионов 431 тысяча рублей. Очень крутая прорисовка, проекция. Ну, в этой тачке также все есть необходимое. И безопасность, и все плюшки вспомогательные, с помощью которых вы можете комфортно передвигаться. Следующий вариант, это Volkswagen Touareg. Я же знаю, вы же будете говорить Touareg. А кто-то будет говорить Touareg. Вот как я специально для вас говорю Touareg. Хотя мне это очень сильно режет горло. Автомобиль выпускается с 2020 года. Вот это уже третье поколение данных автомобилей. И что бы это значило? Соответственно, очень много проделанной работы, в том числе работы над ошибками. И это уже просто максимально доведенный до идеала полноразмерный кроссовер. Оснащаются эти автомобили трехлитровым дизельным двигателем. Как правило, в Южной Корее вы такой только сможете найти. Также в этом автомобиле есть система ночного видения, которая определяет впереди, что творится на дороге у вас. Считывает пешеходов, животных, деревья и все-все-все остальное. Но это в топовых, в жирных комплектациях. Есть определенно новая система безопасности автомобиля, с помощью которой вы можете передвигаться по городу не больше 60 км в час. Автомобиль сам может подруливать, тормозить, поддать газку. Он также сам может. Поэтому, в общем, максимально технологичный авто. Давайте разберем его по салону. Очень интересное решение. Для того, чтобы, видимо, не делать панель слишком высокой вот здесь, они решили поставить дефлекторы воздуховодов вниз. Не знаю, как это удобно или нет, что это будет прогревать, куда это будет направляться, не мешают ли вот эти вот боковые панели для доступа воздуха. Но решение очень интересное. Зато, зато, какой большой монитор. Volkswagen, Audi мне очень сильно нравится. Очень нравится по салону. Но это, опять же, моя любовь к этим автомобилям. Мне кажется, это такой вот сдержанный, но в то же время со своей изюминкой дизайн. Вот. Ну, вот здесь вот, вот это вот мне уже не очень нравится. Вот эти сидения и регулировки здесь могли бы чуть-чуть сделать посимпатичнее. Наверное, это единственное, что мне не нравится. И руль. Вот. Нет, две вещи, которые мне не нравятся в этом автомобиле. То есть, я бы, наверное, предпочел бы все-таки Audi по салону. Но если поставить сидушки от Audi сюда и руль, то... То да. То неплохо. Так, по стоимости. По стоимости стоит этот автомобиль 5 миллионов 111 тысяч рублей. 5 миллионов 111 тысяч рублей. Ну, правильно, вы платите за технологии, за надежность, за безопасность. В принципе, что тут скажешь. Еще один вариант. Еще один вариант белого цвета. Ух ты, смотрите, еще пленка осталась. Специально корейцы оставили, чтобы вы делали распаковочку. Кайфовали, да? Как iPhone открываешь, все вот эти все пленки, все пакеты, коробочку открываешь. Песня, просто песня. Так. Стоимость вот этого варианта. 5 миллионов 503 тысячи рублей. Соответственно. Следующий вариант. Это X7 BMW. Как вы уже... Ну, вы уже давным-давно должны были привыкнуть к вот этой моське, да? С этими большими ноздрями. Трехлитровый дизель. Один из самых, наверное, самых топовых, самых надежных моторов. И как в прошлом выпуске я говорил, то что люди до сих пор спорят, что надежнее бензин или дизель в этой линейке. Этот автомобиль составляет конкуренцию Lexus LX, GLE Mercedes и Range Rover. Можно приобрести версию на 6 мест. Соответственно, второй ряд будет раздельные сидения капитанские с подлокотниками. Все удобненько. Либо 7 местную версию. Так. Посмотрим на его салон. Остановимся пока здесь. И немножечко расскажем. Давным-давно никого не удивить подогревом сидений и руля. Но здесь BMW проявила любовь в таких вот деталях, как подогрев подлокотника. Понимаете? Вот это плюшки. Вот вам, пожалуйста. Сделали они еще подвеску, пневмоподвеска, которая регулируется. И, как пишет производитель BMW, это очень удобно для того, чтобы класть какие-то сумки. Разгружать груз, загружать груз. То есть она опускается в момент открытия багажника, задняя часть автомобиля опускается. Ну и также она очень адаптивная под дорожные условия. Фух. Но я не все еще рассказал. Если сложить третий ряд сидений, а они складываются, естественно, в пол, то вы получите максимально объемный вместительный багажник. Вот такие дела, друзья. Посмотрим немножечко поближе. Вообще, BMW, Mercedes O. Прикол. Вот эта ручка, она из стекла. Она стеклянная. Поэтому ее вот так вот максимально близко сфотографировали, чтобы показать. Никаких там сколов, ничего нет на ней. Вот, пожалуйста. Не переживайте. Интересно. Будет очень интересно, сколько она будет стоить. Сколько она стоит на торговых площадках. Продаются ли они. Или, возможно, у дилеров можно такую купить. Мало ли что. Так. Широкая крыша с панорамой. Естественно, сзади вот здесь, пожалуйста. И мониторы для пассажиров. И регулировки всякие. И подогревы. Все есть. Все есть в этом автомобиле. И самое интересное сейчас вот здесь. Черный салон. Черный потолок. Вместительный. Большой получается багажник. Слушайте, по-моему, даже спать в нем можно. Скорее всего, да. Шикарно. Шикарно выглядит. Я вообще тащусь, когда черный потолок. Потому что, ну, в машине сразу становится чуть темнее. Ты чувствуешь себя. Ну, какой-то уют создается. Я не знаю. Вот. Стоимость этого автомобиля. Стоимость этого уютного гнезда. 6 миллионов 939 тысяч рублей. Так. И еще один вариант. Вот в таком уже цвете. Я не знаю. Это коричневый, зеленый, болотный. Но очень стильно выглядит. Как мне нравится эта оптика на задней части авто. Вот. У них, в принципе, все однотипные автомобили в плане оптики. Плюс-минус. Все одинаковое, да. Мне также эта оптика нравится у Х7. Ой, у Х7. Что я говорю? У Семерки, у BMW. Так. Ну, в принципе, оно ничем здесь не отличается, кроме салона. Здесь салон уже... Крыша светлая. Сидушки коричневые. Так же по стоимости давайте посмотрим. Стоимость. Я назову это самый дорожный. Самый дорожный. Самый дорогой. Самый дорогой кроссовер в этих автомобилях, которые мы сегодня вам представили. Потому что стоимость его 8 миллионов 914 тысяч рублей. Бешеные бабки. Друзья, сегодня мы с вами разобрали одни из топовых автомобилей. Дорогих. Дорогого сегмента. По которым нам обращаются люди, которые мы привозим. Какой будет следующий видеоролик решать вам. Пишите в комментарии. Прочитаем, ознакомимся, выберем модели. И обязательно снимем их для вас. Ну, а мы с вами прощаемся. Контакты в описании. Ссылочка здесь наверху. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok